На базе Центрального района библиотеки уже 60 лет работает Литобъединение имени Шкулёва. Библиотека активно поддерживает творчество земляков, создавая проекты, направленные на знакомство с произведениями местных поэтов. И среди них первое место было отведено Евгению Зубову. С 2006 года мы стали проводить зубовские чтения. То есть с какой целью? Это конкурс, где ребята читают. Сначала они читали стихи только Зубовы. Затем мы расширили формат до того, что они стали читать стихи всех поэтов видновской земли на своё усмотрение. Задумывая новый проект, сотрудники библиотеки решили, творчество поэтов-земляков должно быть запечатлено в живом звуке. Почему мы один раз услышали в году чтение стихов, а больше мы их нигде и не услышим? И мы решили сделать аудиозапись, создать такие диски с исполнением стихов наших поэтов и песен на стихи наших поэтов. А читают эти стихи как раз-таки лауреаты наших зубовских чтений. Подмосковье, Подмосковье, всероссийская краса, положила в изголовье ты долины и леса. Нет, не надо стран далёких и заморских городов, мне бы русских, одиноких косогоров и холмов. Первая серия дисков была выпущена в 2009 году, а в 2015, в год 70-летия Победы и 50-летие Города Видное, выпущены два диска «Самый видный город» и «Я вспоминаю войну». Среди авторов стихов имя Василия Ермолова. Он фронтовик у нас, много-много лет ему уже, ну как, он участник Великой Отечественной войны, всю жизнь проработал шофёром, но тем не менее, шофёром-дольной обойщиком, тем не менее, он никогда не расставался с блокнотом, никогда не расставался с ручкой. И всю дорогу, свободное от дороги время, он писал. У него издано несколько сборников, и вот на этом диске записано его стихотворение. Диски с живым голосом чтецов и певцов на стихи местных поэтов предназначены для передачи в дар учреждениям и организациям, школам, детским садам, досуговым центрам. Сотрудники библиотеки решили расширить рамки проекта, попробовав транслировать сборники в салонах видновских троллейбусов. «Честно говоря, я сама ехала и слышала, и люди и удивлялись, и неудумевали, почему вдруг тут не остановку передают, а читают стихотворение или исполняют песню». «Городок небольшой, расцветает цветком подмосковья, где над бицей рекой поднялся он совсем молодым, где из-за кольцевой смотрит наша столица с любовью, как веселой весной распускаются наши сады». Проект «Живой голос» дает возможность людям услышать стихи и песни наших земляков не только сегодня, но и в будущем. Людмила Медведева, Алексей Иванов, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.